Девушки отдыхают Рисование просто немного необычное, потому что первым делом мы рискаем лекции по истории. Повторяю, сегодня руину, как думаете, в какой раз? И я не знаю, сбилась со счета, думаю, 10 уже, наверное, будет. Еще чаю, пожалуйста. Ну, короче, что я делаю? Я включаю на фон себе лекцию и рисую. Но параллельно записываю всякую важную информацию, вот как, например, сейчас. То есть я рисую, рисую, слушаю, мне что-то откладывается в голове просто, что-то я записываю, что-то говорят записать, вот так вот. Как показывает практика, запоминается намного легче. Да и плюс время впустую не нравится, потому что ты когда сидишь и час слушаешь лекцию, тебе хочется откинуться, мягко говоря. А тут ты как бы занимаешься тем, что тебе нравится. Только вот, зачем мне такой ракурс, если я могу его повернуть? Нет, кажется, лучше верните, как было. Что-то здесь не так. Конечно, поиграть в игры не получится, потому что, ну, я сомневаюсь, что вы будете обращать внимание на историю. Но рисование очень хорошая тактика. Даже если вы не умеете рисовать, сидите и черкайте, не знаю, полянку с цветочками. Но для тех, кого эта участь еще не поджидает за углом, скажу, что так можно слушать аудиокниги, например, на уроке литературы. Просто слушать два часа аудиокнигу, это скучно, вот так уже менее скучно. Кстати, да, вот тут у меня дама, вот тут битва под конотопом и вот внезапный тест. А еще, чтобы лучше освоить материалы, рекомендую после прослушивания вот этого всего добра пойти, пройти тест на эту тему. А еще главное уметь рассказывать серьезные вещи и рисуя поняшку при этом. Но подождите, дальше будет костер. А под костром у нас что? Минутка истории. А ца у нас гадиский марнитого версию, я запоминала как раз через его назву. Как ей быв укладанной межпольшую тахетчменченую у 1658-го урока. Попрошу запоминать, пока у вас время больше, чем два месяца. Так, газай, что там с работой? Я жду сигнала свыше. А вот уже стандартные информации от меня для рисующих. Да, я в каждом видео говорю, что рисовать важно каждый день, и это видео, конечно, тоже не исключение. Я какой оператор? Ну так лучше. Поэтому зачем, собственно, делать все по отдельности и тратить больше времени, если можно это все совместить, причем с пользой будет. Ну ладненько, я тут прослушала уже около получаса. На этом вынуждена прерваться только потому, что у меня заканчивается память на телефоне. Все-таки я снимала все это время, пока тут сидела. Но пока покажу свои художества, которые я уже успела начеркать за время подготовки. Вот это, например, на литературе было, это на украинском, и это только в этой тетради? Что это? Ну в общем, всем желаю легких вариантов на экзамене и удачно его написать. Ну и я топаю дальше дослушивать этот весь материал. А еще я тут поняла, что у меня небольшие проблемы со второй половиной девятнадцатого века, поэтому пойду ее тоже послушаю потом. Это, между прочим, только история, у меня четыре предмета. Не, ну четыре, так четыре, спасибо, что не пять, а вот в следующем году может не повезти в этом плане. Переживаешь из-за экзаменов? Рано еще! Да, подкинуть немного напряга напоследок, а почему бы и нет? Благодарю за просмотр, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok